МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сегодня для нас проведет тренировку Таня Перепечаева и ее группа поддержки. Встречаем. Бежали, ура! Вот у нас прибежали красивые, веселые девчонки. Вот они какие улыбаются, все замечательно. Таня, скажи, пожалуйста, что мы сегодня будем делать? Ты так за кадром немножко показала, я так посмотрела. Ну вот, если честно, я этим ни разу не занималась. Скажи, пожалуйста, как это называется? Сегодня мы будем заниматься бодифлексом. Это дыхательная система, гимнастика, методика, практика, как я только ни называют. Ну, если регулярно заниматься, на жир и сжигание. Если регулярно. Если регулярно. Да. А так еще что она делает? Она подтягивает кожу. То есть, допустим, если чай быстро скидывает килограммы. То есть, ну, бодифлекс, он больше рассчитан на людей, которые ленивые. Ага. Которые имеют ожирение, какая-то степень, допустим. То есть, это для ленивых каждый день утро делать по 15 минут натощак. Делаются упражнения, и человек килограмму теряет, при этом не напрягаясь. То есть, в принципе, ни гантели не нужны. Не потеет, не бегая на дрожжах. Нет, потеть будет человек за счет дыхания. Ага. За счет задержки дыхания. Он потеет, немножко другое пот выходит, чем, допустим, в тренажерном зале. Ага. Чуть по-другому. Надо попробовать, надо посмотреть, как это все будет выглядеть. Но я думаю, музыка нам все равно нужна или нет? Ну да, фоном, чтобы не скучно было. Ну давайте тогда включите нам музыку, и мы приступим к тому, что ты вот сейчас нам объяснила. Да. Мы начинаем сначала с этапов дыхания. Ага. Ну, немножко колени загибаем. На коленях прямых мы не стоим. Все. Стягиваем на выдохе живот. Длинные-длинные. Губы трубочкой. Вот так. Теперь живот надуваем. И вот как пылесосом резко вдыхаем носом и животом. Живот вперед. Вперед-вперед. Вот. А теперь губы вовнутрь, как помаду мы делаем. Долгий пах, а живот втягиваем. Да, живот втянуем. Теперь задержка дыхания. И снизу живот подтягиваем. Снизу живот просто в себя. Поднимаемся вверх. Уже задержка идет. Мы считаем 8, 7. Живот втянут. 6, 5, 4, 3, 2. И можно вдох ртом. И все. Честно, я вспасила. Я вспасила. Валдеть. Да. Сейчас мы делаем то же самое и упражнение на руки, на трицепсы. Начинаем с рук сегодня. А еще при этом упражнении делаем. Да. Все при этом упражнении мы делаем. Отводим руки и напрягаем сильно-сильно. Ладони на себя. Прямо напрягаем. И еще выше. Но при этом стараемся корпус не напрягать. Почувствовали трицепс? Да. Я опускаю. Сгибаем колени. И вдыхаем. Руки опускаем. Втягиваем. Короткий вдох. Теперь пах. Живот втягиваем. И снизу живот. Подтягиваем. Выпрямляемся. И руки сильно-сильно. Восемь. Семь. Напрягаем. Шесть. Ягодицы в себя. Пять. Четыре. Три. Два. Опускаем. Вдох. Еще вот так один раз делаем. Выдох. Живот вперед. Пах. Живот в себя. Снизу живот. И руки так же. Ягодицы в себя. Восемь. Семь. Шесть. Напрягаем. Пять. Четыре. Три. Два. И вдыхаем. Теперь передние мышцы. Грудные. И бицепсы. Мы сжимаем вот таким образом кулаки. И вот сейчас сильно-сильно нажмите. Чувствуем грудные. И бицепсы. Вот. Опускаем. И втягиваем живот. Сначала дыхание. Потом упражнение. Выдох. Живот вперед, как пылесос. Пах. Снизу живот подтягиваем. Задержали дыхание. И даем кулак на кулак. Сильно-сильно. Восемь. Семь. Шесть. Игодицы. Пять. Сжимаем. Четыре. Три. Два. Один. Вдох. Второй раз. Выдох. Резкий вдох. 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 Снизу. И сжимаем. Сильно-сильно. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Держим. Четыре. Три. Два. Один. Вдох. Ну, вообще делаем три. Сегодня достаточно два. Делаем сейчас кошку. Опускаемся на четвереньки. Боже мой, я вспотела, как не знаю, кто. Как будто я не знаю, я пробежала минут 15-20 на дорожке, наверное. Ладони под плечами, колени под таз, это на мышцы живота и спины. Здесь главное держать спину ровно, то есть вот так не дышать. Спина ровная. Встягиваем живот. Теперь его надуваем. Дерепах и втягиваем. А теперь вталкиваем живот. И округляемся. Просто кошка, как растяжка спины, а живот получается максимально внутри. Пять осталось. Четыре. Три. Два. Сначала вытягиваемся и потом делаем вдох. Так. Второй раз. Встягиваем. Пап. Понимаете, ребята, по-моему, это единственная штука. Тянули. В любом случае. Округляемся. Живот у меня точно втягивается. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Выпрямляем. Ну и так как у нас руки, ставим руки широко. Ладони мы сегодня отворачиваем, чтобы бицепс, трицепс, все работает. Сначала пробуем, отводим колени назад. Копчик в себя. Я замокраю. Изгибаем локти. И держим. Да. Это в статике получается. Да. Это в статике напрягает сильно руки. А теперь живот надо втянуть. Колени нам нужно поставить под таз, потому что живот так сильно не втягиваем. Втягиваем. Теперь надуваем. Па. Снизу живот втягиваем. Отводим колени и вниз. Восемь. Семь. Шесть. Живот. Люди, там могут заниматься люди с большим весом, у которых не могут сильно заниматься, бегать, прыгать или еще что-то. Второй раз. Выдох. Вдох. Поясним еще как-то из-за большого веса. И вниз. Но прорабатывать многие мышцы и действительно 5 калорий. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Вдох. Мы теперь пытаемся чуть сложнее. Ладони под плечи. Я сделала всего несколько упражнений и это почувствую. Попробуем без колен. Сначала пробуем. Выпрямляем. Пока без дыхания. И чуть-чуть сгибаем. Так же живот в себя будет. Отталкиваемся. Я думаю, не кажется, что это может сделать. И сгибаем. Да. Тягиваем живот. Выдох. Надуваем. Поп. И снизу. И вниз. Восемь. Семь. Шесть. Живот. Пять. Тянем. Четыре. Три. На задержке поднимаемся. Я так наблюдаю. Я первый раз такое вижу. У меня просто, мне кажется, лицо просто такое... О, что это? Втягиваем живот. Я много про это слышала. Ни разу не чувствовала, не поняла. Вижу это впервые. Восемь. Я думаю, что многим нашим предпринимателям, женщинам, которые сидят дома, да, будем... Геймс офтоп. И теперь садимся. Здесь у нас постоянно живот работает. Вот единственное отличие от других тренировок. Таня, скажи, пожалуйста, вот я тебя сейчас маленько перебью. Скажи, пожалуйста, какого возраста женщины к тебе приходят заниматься? Занимаются ли таким мужчиной? Ну, в основном взрослые женщины, лет 40-45, вот так вот. Молодые девушки приходят, но они стесняются, смеются. Может быть, не понимают, неинтересно им, а женщины более осознанно подходят. То есть они понимают, для чего, как, что более со здоровьем, там, если колени болят, либо спина, то это для всех. Молодые девушки, они более активные, идут там на степы, на интервальные. Им очень интересно. Да, им больше нравится попрыгать. Ага, понятно. А молодым девушкам я пусть пока занимаюсь активно. Вот я смотрю, у тебя даже щечки покрасили. Да, очень сильно, когда просто начинаешь потеть, жарко становится. Хотя вроде мы ничего не сделали. Да, по сути мы ничего не сделали. Я два раза вздохнула, выдохнула и... И да. Так, что сейчас дальше будем делать? Сейчас мы будем над пресс, лодочку. Упражнения берутся из йоги, из пилатеса, из стретчинга, из силовых. Ну, отжимы, то есть любые. В бодифлексе можно хоть звездочкой встать, просто ласточку. Уже мышцы будут работать все. То есть сильно замудряться не нужно на упражнения. Любые, что вспомнили. То есть щадящие как раз. Да, щадящие любые на коврике. Вот сейчас мы на живот делаем. Втягиваем. Короткий вдох. И снизу. Главное держать его. Поднимаем ноги, вытягиваем руки, поднимаем грудь и пытаемся вытянуть ноги. А живот держим. Семь, шесть, пять. Держим. Четыре, три, два. Вдох. Главное на вдохе расслаблять. Когда вот расслабились, тогда вдох. Ну, можно простой вариант. Вот такой. Вот такой. Можно даже прямо вот так. Второй раз. Это для тех, кто еще не так может. Да, пока. Здесь главное опять же следить за животом. Когда отвлекаешься на упражнение, сможешь потом живот опять вываливаться. Главное за животом. Втягиваем. Надуваем. А теперь снизу. И любой вариант. Ди-босемь, семь, шеи. И главное держать. Пять живут. Четыре, три, два, один. Опускаем вдох. И живот как бы вперед. Уходим. Я думаю, это Алине бы нашей понравилось. Но ей сейчас нету с нами в студии. Алина многое пропустила. Давайте сейчас попробуем вот даже силовое упражнение, как мы на силовых делаем. Вытягиваем руки. Спину можно чуть округлить. Сжимаем кулаки, вытягиваем и складываемся. Вперед, назад. Опять, да, если человек вот у него ожирит, ну, он может поскладывать. Ну, или вот так вот делать. Там упираться на диван. То есть выдыхаешь и делаешь... Упражнение на задержке. На задержке. О, так это будет очень-очень эффективно. То есть там, как получается, да, мы делаем вдох, наполняем кислородом легкие. Потом выдыхаем, у нас наполнение идет углекислого газа в организме. И мы когда напрягаем, ну, допустим, сейчас пресс. Таким образом там идет улучшение кровотока, расширяются капюляры. И таким образом улучшается туда приток кислорода. От кислорода человек худеет. О, как. Но опять же, если регулярно занятия, если человек будет заниматься 3 раза в неделю, 2 раза в неделю, то не такой эффект будет. То есть это можно заниматься каждый день. По 15 минут, да. 15 минут каждый день, и вы будете худеть и выглядеть прекрасно. И чувствуете себя намного лучше. Ну, и давайте силовую сделаем, втягиваем. Надуваем. И снизу. Руки вперед, не дышим. Раз, два, три. И чувствуете 4 напряжения. 5 живота. 4, 3, 2, 1. Опускаем. И только сейчас вдыхаем. Живот как бы уходит вперед. Ну, оно как бы расслабляется. Сам по себе. Втягиваем. И снизу. И также. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаем вдох. Вообще делать 3 подхода. Чтобы нам побольше упражнений, мы делаем 2. Но человек может делать 1 подход. Начать. И может не 15 делать каждое утро, но хотя бы 8, 5. С чего-то начать. Дыхание не у всех получается на 8, на 10 держать. Легких не хватает. То есть даже говорят, лечебная гимнастика, потому что легкие увеличатся в объеме. И человек меньше хочет курить. У него ощущение, что легкие увеличивались. Дышать как-то по-другому становится. Вот это очень хороший праздник. Курильщики, пробуйте. Может, вы действительно бросите? Ну, и сейчас мы ложимся с вами. Лежа немного, может быть, посложнее держать живот. Здесь мы, когда втягиваем живот, подкручиваем таз. Давай, я попробую. Так, не надо попробовать. Ой, как-то лежа. Мы с вами подкручиваем таз вперед-назад. Как бы двигаем. И снизу-вверх подтягиваем. Первое упражнение мы вытягиваем руки, вытягиваем ноги. И потом руки назад. Обычно лодочка. Вот. Опускаем. А теперь добавляем бодифлекс. Втягиваем на выдохе живот. А теперь как пылесосы. Пах и втягиваем. А теперь снизу живот подтягиваем. Поднимаем затылок. Вытягиваем ноги и руки. Восемь. Не дышим. Семь. И смотрим шесть на живот. Пять. Четыре. Руки больше. Три назад. Два. Один. Опускаем. Вдох. Втягиваем. Надуваем. Пах. Втянули живот. Поднимаем всю лопатку. Ноги вперед. Руки назад. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И вдыхаем. Все. Вот это мы сделали упражнение на живот. Продолжаем дальше руки. Вы знаете, у нас в проекте девочки худеют наши многие. Я думаю, что для них вот эти тренировки были бы очень полезны и продуктивны. Надо было бы, надо тоже им попробовать обязательно. Но там главное правильно дышать. Если человек вот вроде как же, ну живот туда и сюда правильно, но не идет эффект. Либо неправильно дышит, но есть и противопоказания. В первую очередь беременные. Есть такие, которые беременные у меня приходили, пытались втянуть живот, но боятся поправить. Нет, этого и в ни коем случае не было. Да, если послеоперационные, если что-то с желудком было, тоже нежелательно. И гипертоники, если высокое давление, то здесь идет задержка дыхания головного, то есть ни в коем случае нельзя. Еще если не идет эффект, то есть в первое это питание, то есть человек как продолжал питаться, так и питается. Но бодифлекс, если правильно прям все втягивать, он идет уменьшение желудка. То есть постоянно туда-сюда живот и немножко он уменьшается желудок, плюс там идет рекомендация выпить стакан воды за 20-30 минут до еды и покушать. Ну, как бы потихонечку он уменьшает, и тогда уже объемы сами уходят. Если человек принимает гормональные, то есть тоже может повлиять какие-то таблетки, которые… Гормональные, да, изменения… Да, то есть это тоже может повлиять. Какие-то индивидуальные перенесения. Да, ну давайте последнее упражнение сделаем. Втягиваем живот, надуваем, втягиваем живот и на растяжку. Ладони к себе направлены, к ягодицам. Толкаем и тянем плечи просто. Семь, шесть, пять, ягодицы четыре сжимаем. Три, два, опускаем, вдох. И все. В принципе, все. Получается, мы сделали сейчас несколько упражнений. На руки. И за 15 минут я не делала все. Я сделала всего, по-моему, парочку. И я почувствовала эффект. Я думаю, девчонки почувствовали его намного больше. Так, ну что же, тогда встаем. В принципе, я думаю, что кто из наших телезрителей попробовал, и у них получилось, я думаю, что они остались довольны. Я думаю, да. Тань, я бы хотела, чтобы ты пришла еще и что-то еще такое показала, подобное. Как еще можно тренироваться? Можно там тренировать же, я думаю, ноги. Да. Можно тренировать мышцы спины еще каким-то образом. А тем более, что людям с большим весом это очень проблематично и тяжело. Потому что крупные мышцы, и так вес большой. Ну что ж, я тебе говорю спасибо. Я думаю, девчонки вот довольны, улыбаются. Счастливы. Красненькие. Красненькие. Замечательно. Я тогда с вами прощаюсь, но надеюсь, что ты скоро к нам придешь и покажешь еще, что можно делать в виде бодифлекса. Ну все, тогда пока-пока. Итак, участницы команды ФИТ, Татьяна, Ольга и Катя, уже неделю привыкают к новым условиям похудения. Или, точнее сказать, пока дегустируют разные направления в фитнес-центре Виза Спорт. Кстати сказать, уже за первую неделю тренировок у некоторых наших участниц появились очень даже неплохие результаты. Впрочем, давайте обо всем в порядке очереди. Ну что ж, дорогие друзья, пока наши девочки из команды ФИТ не слышат ничего. Я выясню у Алены, как вообще у них дела. Все-таки девчонки ходили на занятия Виза Спорт уже целую неделю. Много чему научились. И вот хочется узнать, как они вообще себя показывают. Кто дает результаты, кто пока медлит. Кто-то, может быть, вообще не ходит и нам об этом не говорит. Вы знаете, я на этой неделе дала девочкам очень большой перечень тренировок. Хотела узнать, что им понравится, где будет больше посещений, где будет меньше, чтобы составить все-таки программу. В общем, могу выделить Екатерину. Она у нас лидер в этом. У нее результат, даже скажу вам по секрету, минус 3 килограмма 200 грамм за неделю. Это очень хороший результат. Она у нас посещает йогу, посещает тренировки персонального тренинга, посещает групповые тренировки. В общем, умничка. Она же не просто так посещает. Я слышала, что тут целые страсти кипят с тренером. И ругаются бывало, и истерики случаются. Или это просто слух? Нет, ну не без этого. Конечно, я подбирала всем тренера по темпераменту, чтобы им было очень интересно, эмоционально. И получилось так, что они очень такие яркие личности. И во время тренировок она психанет. В общем, он ей скажет, нет, давай все-таки продолжать тренировку. Ну и как женщина она все-таки уступит мужчине и добьется результата, я думаю. Надо сказать, результаты Екатерины действительно поразительные. За неделю ей удалось сбросить уже более трех кило. Не мудрено, признается наша Катя, с таким тренером нельзя не похудеть. Катя не первый человек таких форм, которые у меня присутствуют на занятиях. Поэтому ничего страшного не было. Причем, когда мы с ней поговорили, она сказала, что занимается еще и танцами. Это как бы намного облегчило задачу, в связи с тем, что она очень подвижная. Но она не боится нагрузок. Выполняет все, спас слезы, конечно, но делает. А вот что касается слез, расскажите как бы подробнее об этом. Были уже прецеденты какие-то? Ну, на моих тренировках часто бывают слезы, много пота. Поэтому я к этому уже привык, все нормально, мы быстро улазили этот вопрос. Ну, а почему слезы-то случаются? Что вы такого говорите девушке, что они плакать начинают? Да, они просто начинают плакать, потому что, наверное, тяжело. Много нагрузки, много крутим педали на велике. Иногда так не хочется этого делать. И понятно, почему не хочется. Вы только представьте, 20 минут крутим педали с нагрузкой. Это только разминка. Дальше больше. Не каждый справится и с такой нагрузкой, и со слезами. Катя, вот твое мнение на этот счет. Почему ты плакала? И что случилось? Что за конфликт такой был? Ну, не то, что сказать, что я плакала. Это просто скорее был уже такой нервический шок от того, что, ну да, мне тяжеловато. Но я знаю, что Андрюша все делает правильно. Что он молодец. Что со мной так и надо. И когда ты отдаешь все силы на тренировки, значит и результат не заставит себя ждать. Но все же общий язык Андрей и Катя нашли. И теперь наша худеющая слушает со своего тренера во всем. Все потому, что результат видит. Я знаю, что вы, Катя, свою диету, собственно, прописали. Наплевали на всех диетологов, которые там все по часам, пять раз в день питаться. У вас какая диета? Что вы предложили, Андрей? Диета, на самом деле, простая. Утром овсянку на воде грамм 100. Потом в обед гречки грамм от 100 до 150. Плюс куриная грудка. Ну, вечером фрукты. В принципе, и так как у Вадди там сложная графика работа, она по ночам обычно наступает, то яблочки. А как ты сама считаешь, благодаря чему ты так быстро, ну, чтобы не сглазить, худеешь? Потому что очень ограничен режим питания, раньше так не кушала? Или потому что ты реально каждый день занимаешься? Вот как думаешь, в чем секрет твой сейчас? Я думаю, здесь комплекс. И питание, и тренировки. Ну, и я ощущаю взгляд за спиной, который меня мотивирует. Следующая наша пара, тренер-подопечная, это Таня и Женя. В клубе говорят, они идеально подходят друг другу по характеру. Таня спокойная и послушная, Женя мягкий, добрый и почти не строгий тренер. Нет, Женя не испугалась, наоборот. Думаю, классно, супертренер. Нет, все было классно, все было хорошо. Вы как, вы сразу себе распланировали цикл тренировок или речь про диету тоже была у вас? Ну, поговорили про тренировки, про диету. Какая сейчас диета? Ну, в принципе, практически тоже пока осталась. Так чуть-чуть сдвигаю немножко по времени и все. Пока придерживаюсь своей диеты. Жень, ваши эмоции от Татьяны. Вот вы встретили эту девушку впервые. И что подумали? Тяжело будет с ней или наоборот, может быть, легко? Вот она такая улыбчивая, лучшесарная девчонка, даже послушная. Какие были первые впечатления? Приятный человек в общении. Вот, понимающий. Быстро приспосабливается к нагрузкам. А не приходится на нее кричать, потому что она там что-то там не выполняет? Нет, ни в коем случае нет. То есть у вас вообще в вашей паре тренерской нет никаких истерик, ничего? Что сказал, тот они и делают. У нас полное взаимопонимание. Больших нагрузок Евгений Татьяне не дает. Если устала, пусть отдохнет. Но заставлять что-то делать через силу – это не вариант. Не вариант, который нашу Таню очень даже устраивает. Да, была очень напряженная неделя. Тем не менее, три раза я была на тренировке. Два раза вот в тренажерном зале и на танцах. Какие-то есть результаты уже? Вот, например, у Кати минус три. Нет, минус пока не скажу, что есть. На самом деле была очень тяжелая неделя. И, наверное, все-таки этот стресс тоже дает все знать. И вес пока стоит. Теперь про Олю. В день съемок Олиного тренера не было рядом. Однако, как признается наша худеющая, тренирующая ее Мария Лобода устраивает ее во всем. Хотя сейчас наша Оля немного расстроена. А вместе с ней и мы. Надеемся, врачи разрешат нашей героине посещать все занятия. Если нет, тогда для Ольги мы подберем мягкий фитнес. В любом случае что-нибудь придумаем. А прямо сейчас участниц команды ФИТ ждет очередная тренировка. Хотелось бы посмотреть, как они будут у нас танцевать с Евгением Ивановым под латиноамериканские танцы. Называется это направление зумба. Это фитнес. Повторюсь, с латиноамериканскими танцами. Так что, я думаю, будет им весело и понравится. Это кардионагрузка, которая очень полезна для их похудения. Ну что, кардио так кардио, танцы так танцы. Кате, как видно, самая подвижная. Но и понятно, танцы ее работа. Таня тоже не отстает. Оля старается как может, хотя и больная нога дает о себе знать. Но ничего, мы победим и боль, и лишний вес. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, дорогие мои, мы снова в нашем фитнес-зале, где мы будем заниматься нашим телом. А чем мы сегодня будем заниматься, нам расскажет Таня Максакова и ее группа поддержки. Встречаем. Привет. 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 Позитивный такой человечек прибежал к нам в студию. Расскажи, пожалуйста, что мы сегодня будем делать, что ты нам покажешь? Сегодня мы будем заниматься аэродэнс. Это кардио-класс, очень веселая и классная тренировка. Я думаю, для тех, кто у нас любит такое, особенно подвижное и танцевальное, им понравится. Я уверена в этом. Это что-то будет сложное или полегче все-таки? Нет, конечно, начнем с самого простого. С самого простого, с чего, в принципе, нужно начинать новичкам. Ты знаешь, вот можно я не буду танцевать, можно я буду наблюдать? Конечно. Хорошо. Тогда давайте приступать. Что мы будем делать? С чего это все начинается и как начинается тренировка по аэродэнсу? Мы сначала разомнемся и будем разучивать очень простые связки через прогрессии. Ага, то есть постепенно-постепенно усложняем. Постепенно-постепенно, да. И придем к одной. К одной, к завершению. Законченной, да. Ну что, тогда приступаем? Широкая постановка ног, стопы в диагональ. Вдох. То есть, как любая, вообще, любой вид фитнеса, нужно начинать именно с разминки. Да, конечно. Чтобы согреться, чтобы ничего не повредить. Еще раз. Есть. И остаемся наверху. Руки. Есть. Делаем смену. Через верх. Эй! Отлично. Вперед. Круглая свина. И назад. И прогнитесь, пояснитесь. Очень хорошо. С этого любая тренировочка и начинается. А вообще, по сути, мне кажется, что любые танцевальные классы, они больше заряжают позитивом и... Все на танцевальные классы! У-ху! Да, жить как-то хочется более ярко, более так насыщенно. Тем более, что даже видно, девчонки, которые танцуют, какие-то у них танцевальные классы, они одеваются очень ярко, очень красивая всегда у них одежда. Мне всегда нравится наблюдать. Шагаем с пятки на носок, с пятки на носок, да, степ-тач. Это базовый шаг, да? Базовый шаг, да. Который может... И только кел. А, вот из этого уже потом будет усложнение. Только кел. Угу. Конечно, начинаем все мы с простой базовой шага. Постепенно усложняем. Еще 4, 3, 2, и только не ап, не ап, не ап. О, это теперь уже пошло... Многие называют это еще колено. Колено, да. Это оно. Это оно само есть. 4, 3, 2, и переходим на степ-тач. Скажу, у тебя много бывает новичков? Да, достаточно много. Я предлагаю перейти на марш. И это очень круто, потому что люди все-таки стремятся заниматься своим здоровьем. В общем, это на самом деле очень позитивно. Делаем вдох. Потому что движение – это жизнь. Я уже каждый раз это говорю. Нужно запомнить уже, в конце концов, двигаться. В общем, мы начинаем разучивать, да? Начинаем разучивать. Да, начинаем разучивать танцы. Да, давайте степ-тач, степ-тач. Шагаем с пятки на носок. То есть это у нас уже началась тренировка. Да, да, мы начинаем разучивать, конечно. Пора, пора. Такие простые, с простых движений можно научиться танцевать. Дабл. Степ-тач. Дабл степ-тач. Ничего сложного. Просто мы теперь шагаем два раза в одну сторону, два раза в другую сторону. И грэпайн. Кел. Грэпайн кел. То, что вы сейчас назвала Таня, это просто… Шаг назад. …вскрестный шаг назад. Плюс добавляем, сгибаем ногу в колени. Заклёст. Он же кел. Он же кел. Он же кел. Марш. Отлично. С правой. С левой. Грэпайн кел. Марш. Грэпайн кел. Оп-оп-оп. Марш. Грэпайн. Кел. Марш. Еще раз. Ничего сложного. И влево. И будьте внимательны сейчас. Мамбо. Опа. И грэпайн кел. Мамбо. Еще раз. Грэпайн кел. Мамбо. Уху. Да? Как дела? Все просто? Мамбо. Еще раз. У всех получается. Все просто. Знаешь, самое интересное, когда девчонки, которые только-только начинают приходить и заниматься подобным, да? Классическая рубика начинает заниматься на степах, когда у них начинает получаться первые движения. Марш. Просто лица такие счастливые. Марш. Марш. Очень счастливые. И грэпайн. А на самом деле ничего сложного. И марш. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И. Ха. Мамбо. Марш. Марш. Грэпайн. Кел. Мамбо. Марш. Предлагаю пойти степ-тач. Степ-тач. То есть это мы разучили уже? Нет. Ну нет. Это мы часть только выучили. Мы на пути. Да, мы на пути. Это нужно все запомнить. Конечно. Через четыре. Через три. Два. Грэпайн. Ага. Грэпайн. Кел. Мамбо. И будьте внимательны сейчас. Вистеп. Грэпайн. Грэпайн. Кел. Мамбо. И дабл вистеп. Дабл вистеп. Был марш. Стал вистеп. Грэпайн. Ничего сложного. Маленькие простые шаги мы заменяем на чуть более сложненькие. И. Грэпайн. Мамбо. И. Предлагаю степ-тач. Степ-тач, степ-тач. Дальше можно? Два. Грэпайн. Грэпайн. Мамбо. Будьте внимательны сейчас. Марш. 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 Грэпайн. Грэпайн. И. Мамбо. Мамбо. У-у-у. Опа. Еще раз. Кел. Мамбо. И. Оп. Марш. Отлично. Грэпайн. Степ-тач. Степ-тач, степ-тач. Мне нравится так наблюдать вообще. Я всегда любила наблюдать, когда девчонки танцуют. Опа, опа, опа. Пошло, пошло. Да, да, да. Раскачиваем, раскачиваем. Пошел. Раскачиваем. Через четыре. Через три. Через два. И чуть-чуть осталось, да. Добавляем последнюю модернизацию. И. Мамбо. Поворот. У-у. Грэпайн. Го. И. Поворот. Еще раз. Грэпайн. Мамбо. Поворот. Грэпайн. Мамбо. 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 Yeah, baby. Это мамбо. Степ-тач, степ-тач. Это он. Ну, у нас остается с вами последняя модернизация сейчас. Не знаю, мы, наверное, сюда не влезем ее. Но попробуем. Главное уместиться. Марш. Дох. И выдох. Еще раз вдох. Выдох. Сейчас уже все подготовились, уже морально и физически. Все готовы, все готовы к новой модернизации. Да, да, да. Еще чуть-чуть осталось. Через 4, 3, 2, только степ-тач. Степ-тач, степ-тач. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и... Грэпайн. Пивот. Ой-ой-ой-ой. Поворот. Грэпайн. Пивот. Поворот. One more time. Та-тра-та-там. И... Как дела? Здесь есть или нет? Пивот. Пивот. И назад. И поворот. Степ-тач, степ-тач. Степ-тач. Марш. Переходим на марш. Переходим на марш. Да, что у нас получилось? Мы с вами поменяли. Поменяли, да, мамбу? На пивот. На пивот поменять. И все остается по-прежнему. То же самое здесь, да? Грэпайн. Мамба. И пивот его. Оп. Только поворот. Эп-тач. Обожаю. Еще чуть-чуть осталось. Идем, 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 шок. Четыре. Четыре. Три. Два. У-ху-ху. Пивот. Поворот. И грэпайн. Пивот. И... Назад. Поворот. Степ-тач. У-ху. Есть. Ну вот, в принципе, мы разучили за... Сколько, получается, за 15 минут, да? Там даже за 12, чуть поменьше. Мы разучили такое танцевальное па, я бы, наверное, сказала. Или как это правильно можно назвать? Связка. Связка. Это танцевальная связка. Давно у нас не было ничего подобного. Как-то раз мы показывали какие-то танцевальные движения, но это было уже очень давно. Все чаще у нас какие-то упражнения на ноги, на руки, на грудь, на живот и так далее. А тут у нас просто танцевально атакуют фитнесы. Мне кажется, что кто попробовал, у кого получилось, это была неимоверная радость. На самом деле ничего сложного. Пробуйте и пытайтесь. Да, приходите за радостью в фитнес-клуб. Сняйтесь. Не стесняйтесь, по-моему. Не надо стесняться. Не надо стесняться. Я думаю, что кто будет заниматься подобной аэробикой, то есть, да, подобным видом фитнеса, и если они придут в какой-то ночной клуб, у них тоже будут проблемы с движениями, раскованностью и так далее. С координацией движений. С координацией движений не будет вообще никаких проблем. Это аэро... как ты сказала? Это аэробика, аэродэнс. Аэродэнс. Очень популярный класс. Классическая аэробика, по сути. Классическая аэробика. Если честно, я больше люблю, конечно, степ. Чем я люблю степ? Тем, что вот у тебя платформа есть, и ты вокруг нее прыгаешь, и ты никуда не уходишь. А когда танцуешь на... как называется? В портере правильно называется? На полу. Когда ты танцуешь, то можешь куда-то убежать в какую-то непонятную дали. Меня, в всяком случае, всегда уносило куда-нибудь. Вот так. Спасибо тебе большое. Спасибо, что напомнила, какая у нас есть замечательная аэробика, и какая она позитивная и полезная. Я думаю, что ты к нам еще придешь? Конечно. Придешь? Конечно. Позовем обязательно. И ты нам что-нибудь покажешь. Отлично, да. Отлично. Ну все, спасибо тебе большое. Спасибо, девчонки. Все. Пока-пока. На этом все. Вы смотрели команду ФИТ. В студии для вас работали Алина Маслова. И Елена Аксенова. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...